КВН Следует Это наш отечественный интеллектуальный продукт КВН стал международной игрой Но дальше будет еще смешнее Бывших КВНчиков все равно не бывает КВН это навсегда КВН все в порядке Это цвет нашей страны И эта любовь проверена временем Игра, 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 игра Всем привет! Я, наверное, не открою Америку, если скажу, что всем очень нравится, когда что-то хорошее начинается И все огорчаются, когда это хорошее заканчивается Тем не менее, открытая Московская Премьер Лига подходит к определенному рубежу Сегодня мы завершаем серию одной восьмой финала Но здорово, что это лишь конец начала сезона, а не начало конца Итак, продолжаем сезон на тему Игра без границ 18 команд мы обещаем вам в начале сезона Третья шестерка команд стоит на этой сцене Так что все сходится Итак, как минимум с удвоенной энергией готова сражаться за чемпионство Сборная университета Синергия Горизонт, Москва Следующая команда с гениальной простотой подошла к выбору названия Команда Квен Саратов из города Саратов Команда из Казахстана Сборная Кастанайской области Следующая команда на небе В том смысле, что в самолете Проводит времени порой даже больше, чем некоторые москвичи в метро Тем интереснее их название Метрополитен Хабаровск Далее лица знакомые, но без представления пока мы обойтись не можем Итак, команда Квен Общага, Российский университет кооперации И финалисты прошлого сезона премьер-лиги Команда Квен Самоцветы Наша Серебро Сборная Костромской губернии С удовольствием бы представил все эти команды в четвертьфинале И даже в финале, если бы не наши уважаемые жюри Так что, если мы с вами, друзья, не встретимся, то все претензии к ним А к кому конкретно? Итак, Александр Гудков, команда Квен Федора Двиняйтин Иван Кушненко, станция спортивная Игорь Ласточкин, Днепр Дмитрий Колчин, сок И Сангаджит Тарбаев, Руден Конечно же, пенять на жюри по поводу неудовлетворительного результата Это любимое занятие команд Но уж совсем не хочется, чтобы в своих поражениях команды обвиняли отсутствие удачи Удачи вам, друзья Спасибо! Пока команды готовятся за кулисами Небольшая музыкальная пауза Которая позволит нам пережить волнующий момент начала игры Для победы в прессе всего-то и надо, что отличаться от соперников, разумеется, в лучшую сторону В распоряжении команд до пяти минут на то, чтобы превратить это очевидное утверждение В незабываемый парад своих отличий Не такие, как все, тема приветствия И начинает его команда, которая, думаю, поддержит это утверждение Не такие, как все Метрополитен Хабаровск Добрый вечер, дорогие друзья! Встречайте команду КВС В радиоузерийских тигров и праворульных машин Эй! Варя, что за дела? Почему это ты с нами никогда не танцуешь? Ну, в смысле, потому что я на каблуках Ну и что? Да вы на них даже стоять не смогли бы, не то что танцевать Снимай! Серьезно? Давай! Эх, Варвара, Варвара, зря ты с Рыжим связалась Он настолько крутой танцор, что у него не коленные чашечки, а коленные ча-ча-чашечки Музыку! Ну я же говорил тебе, Варвара, что ты с ним связываешься? Я могу танцевать что угодно и в чем угодно Ах, вот в чем подвох Ну что ж, привет, Москва Мы не такие, как все, поэтому и шутки у нас не такие, как у всех Давайте включим фантазию и представим Если бы волосы были такими же дорогими, как золото На автобусной остановке Держите, Вура! Дорогие друзья, бесконечно можно смотреть на три вещи Как горит огонь, как течет вода И на это в очереди И главное, не уходим! Ну да, да! Ни для кого не секрет, что немецкий язык вызывает определенные ассоциации Итак, давайте представим обычная пара физкультуры в немецком университете Гуден так, фраг скоптусчablo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это все? Да. 3. Дорогие друзья, а теперь представьте, молодая пара выплатила последний взнос за ипотеку. Ура! Ура! Наконец-то! 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 Возможно, понятие казахский юмор со временем станет даже более распространенным, чем понятие английский юмор. На сцене сборная Кастанайской области. Казахстан! Мы казахи, е-е-е-е-е, но други, е-е-е-е. Мы молодо-о-о-о, жертвы перспективны, е-е-е-е. Мы казахи, е-е-е-е-е-е-е-е-е. Что случилось? Нужно деньги на поездку в Москву. Опять? Так, пошел вон все. Ну, пожалуйста. Закрой дверь, как у меня на таймур-мура. Ну, Тимур-мура. Нет уже. Ну, Тимур-мура. Женская сборная Казахстана по волейболу на соревнованиях. Так, стоп. Девчонки, я не поняла, почему этот мужик постоянно с нами выбегает. Девчонки, черпите, это наш спонсор. Друзья, представьте, мочится окон на самом высоком небоскребе Казахстана. Ай-яй-яй-яй-яй. Номер про брутальных казахских мужчин. Итак, казахский рестлинг. И в правом углу непобедимый боец Ануар Повелитель Степень. И в правом углу его соперник, грозный и ужасный Еспол, разрушитель семей. Кстати, еще и неплохая хозяюшка. Идет психологическая атака. Ануар рвет майку. А Аниспол, как хорошая хозяюшка, зашивает майку. Судья дает начало поединка, бой. И сразу первый удар под названием «Почетный донор». У Еспола в зале сидит девушка, и он все-таки делает ей предложение. И она согласна. Вот это да. Ануар пускает пыль в глаза. И, похоже, Еспол дезориентирован. И это удар слепой ван-дам. Похоже, у Еспола проблемы с челюстью. К счастью, Ануар неплохой стоматолог. Неплохой, но подлый. И я не верю своим глазам. Неужели это легендарный дятел в дупле? Дятел в дупле. И это безоговорочная победа Ануара. Смотрите, казахский рестлинг. Сборная Кустанайской области. Все для вас, родные. Сегодня окончательно определится состав четверть финалистов. 12 команд, имеющие преимущество в набранных баллах. Продолжен сезон. Для шести команд сезон закончится. За место в заветной дюжине готова побороться команда КВН «Общага». Российский университет кооперации. Встречайте, команда КВН «Общага» не такие, как все. КВН «Общага»! Эй! 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 Э Общага? Можно я с вами поиграю? И вообще, ребята, если я буду играть в вашей команде, у вас будет всё. Я у своих не ворую. Вот придурок, а! А, узнала, чёрт возьми. Я же тебя тоже сразу узнал. Ты случайно в продуктовом не работаешь? Нет. В пельменной не работаешь? Нет. Хотя бы в шаурмичной не работаешь? Нет. И не бездельничай, пожалуйста, иди где-нибудь работай. Я же работаю. И вы давайте работайте. Ну что ж, начнём. 2 августа в караоке-баре. Ну что, мужики, давай за нашу дивизию, за нашу роту, за нашего командира никто, кроме нас. Трек 63. Спасибо. Уезжают в родные края Димбеля, димбеля, димбеля Никуда не взглянив эти майские дни Ксюша, 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 Юбочка из плюша Брутая коса Чёршелу с башки высуни. Ты чё, больной? Что? Вы вообще видите, у меня травмат. Он заряжен маленькими, но очень калорийными пирожными. И чё? Сейчас как шмальну, разнесёт тебя к чёрте. Не разнесёт. Поверь мне, разнесёт. Чё, с кем мутишь? Ни с кем. Давай мутить? Давай. Я, короче, с Узбекистана буду привозить, а ты по своим точкам будешь раскидывать. Слушаем. Все мы видели, как наш отец, сидя перед телевизором, комментирует новости. Итак, первый выпуск новостей после того, как к его комментариям прислушались. Здравствуйте, в эфире новости. Вчера в Госдуме всех к чертям разогнали. В Министерство экономики пришёл Сталин и, наконец, навёл там порядок. О погоде. Завтра в Москве плюс 25, плюс 27. Но на всякий случай возьмите шапку. Ясень пень, мы же эти цифры из головы берём. Сразу после выпуска новостей смотрите повтор сериала про комиссара Катани, потому что нормальный был сериал. С вами были. Смазливый олень, у которого папа явно в Останкино работает. И вот этот ведущий, который есть за что ухватить. Когда девчата, когда девчата, ждут подарки. Сталин, молчи, женщина. Твой день 8 марта. Ты как с женщиной разговариваешь? Это вообще кто? Я. Я Клара Цеткин. Я придумала 8 марта. В этом году Международному женскому дню исполнилось 100 лет. Дорогие мужчины, постарайтесь хотя бы в этот день не лажать. Вот фразы, которые женщина ни в коем случае не должна слышать в свой праздник. Дорогая, с прошедшим! Христос воскрес! Катя, извини, что я тебя так сильно ударил. Катя! Катя! О! Но на самом деле есть всего одно слово, которое мы не хотим слышать. И это слово нет. Мы хотим, чтобы нас любили, холили, лелеяли и носили на руках. Давай. Давай. Ай, мужики! Своей особой энергией попробует зарядить вас команда КВН «Горизонт» университета «Синергия» Москва. По той во тьмой премьер-лиги для удачного начала Нужно, чтобы выходная песня качала И чисто случайно у нас есть она Мы не такие, как все «Горизонт» Москва Встречайте, друзья, столичные парни со своим настроением Всем привет! Люди, которые запаковывают свои сумки в аэропорту Представляют, что в багажном отделении с их сумками все происходит именно так А с этой осторожнее, она запакована 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 Самый крутой продавец в магазине одежды Молодой человек, у вас есть такая же, только эмочка Воу, спасибо! В каждой компании есть человек, который на вечеринке хочет поставить свою песню А слышали вот эту тему? Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости Да фигня! Слушай слова! Там, куда я ухожу, весна Галимые слова! Да тише ты, сейчас момент будет, слушай! О, клевая песня! А давай на гитаре подберем Оооо! Ооо! Ооо! Оооо! Ооо! 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 В связи с тем, что недавно был принят закон о запрете гей-пропаганды Мы не можем показать следующий смешной номер Но, как настоящие русские, мы нашли лазейку в законе Поэтому, Миш, извини, вместо тебя сыграет Олеся Мне кажется, мы совершаем ошибку Замолчи! Господи! Как хорошо жить! В древние времена в битвах было очень тяжело выжить Представьте, после последнего сражения в новой армии остался лишь один старый воин Войны! Сегодня Великий день Великий день День Когда решится все Когда решится наша судьба Ну, просто давно было, я не очень помню уже Запомните, ни один из вас не сможет убежать с поля боя Вранье Есть одна тропинка, я тебе покажу потом Мы будем громить вражеские города Пировать в них и развлекаться с их женщинами Вот единственное, что меня тут удерживает Мои солдаты Вперед к победе! Вперед к победе! Никакого воодушевления Друзья, и в завершении Сегодня наша первая игра в премьер-лиге Ну, дай бог, чтобы не последняя, да, ребят? Сборная университета «Синергия Горизонт» Спасибо! Друзья, если вы никогда не были в Саратове Не расстраивайтесь Саратов приехал к вам Их время на сцене Добрый день, дорогие друзья! На сцене команда из города, в котором живет 800 тысяч человек И парень с красивым голосом Саратов-жемчужина по Волжье Поэтому сегодня... Стоп! Добрый вечер! Но ведь наш город не такой, как все Саратов не только жемчужина по Волжье У города много имен Дыра Господи, куда мы приехали? А давайте лучше в объезд И это только Толстой А Грибоедов? Глуш! Выколите мне глаза, я не хочу... Кирилл! Кирилл, ты вообще понимаешь, что ты говоришь о нашем городе? Не важно, что я говорю Важно, как я говорю И как написано на одном из стадионов города Саратова Быстрее, выше, сильнее, лысый Это Саратов, господа Начинаем Человек без цели в жизни на собеседовании Ну что ж, продолжим Что вы умеете? Ну я так, там, это, бате дрель могу подать Вот Ну иногда он сам берет По-всякому Хорошо, давайте я задам вопрос по-другому Чем вы занимаетесь вообще? Ну я сейчас пока так, там, это, гуляю Вот Если матушка супчик сготовит, я похлебаю И опять гулять иду Вот А, ну я еще сплю много А, ну я еще работаю Ну я так, это, хочу-хожу, хочу-не хожу Я диспетчер в аэропорту Английским владеете? Ну так Ну скажите что-нибудь Ну че, например? Ну не знаю, ну например Прошлым летом я отдыхал в Египте Ну я же не отдыхал Женаты? Ну официально, да, так нет Дети есть? Ну официально, да, так нет Ну хорошо, все понятно, вы нам подходите Мы вас берем на должность генерального директора Серьезно что? Ну официально, да, а так нет До свидания Для многих КВН это единственная возможность поближе познакомиться с Саратовым Итак, это наш герб Три стерляди Символизируют интеллигентность, гармонию и красоту А три рыбы на синем фоне Символизируют богатство нашего города Кирилл Вообще-то это наш герб Ты что такое говоришь? Не важно, что я говорю Важно, как я это говорю Кирилл, но ты это уже говорил Не важно, что я говорил Важно, как я это говорил Саратов Высококультурный город И с недавних пор в наших магазинах появились аудиокниги жалоб Давайте послушаем Книга жалоб Центрального универмага Саратова Читает Народный артист Российской Федерации Юрий Вышеславский Эпиграф Обвесили на 300 грамм Вот твари Александр Демидов 29 августа 2011 года Жалоба первая На ценнике было написано 23.50 Подхожу на кассу Кассирша заявляет мне С вас 23.80 Верните 30 копеек Разворовали всю страну Жалоба вторая Горите в аду Отец Никодим 29 января 2012 года Друзья На самом деле В Саратове родились и уехали Такие знаменитые люди как Олег Табаков Певица Валерия И многие другие И даже Николай Гаврилович Чернышевский Написал свое Бессмертное произведение Что делать Будучи в Саратове Прошло 150 лет А вопрос до сих пор актуален Что делать в Саратове На сцене была команда Саратов Команда которую интересно смотреть И приятно слушать Спасибо Итак Приветствия Не такие как все Следующая команда Точно не такая как все Самоцветы Наше серебро Кострома Кострома Самоцветы Кострома Если дав Если дав Музыку Завожал ты меня Истине Истинно Восстан Вдруг Ила тебе Неверная дрожь Ты скажи Ты скажи Честь тебе надо Честь тебе надо Здрасте Вас приветствует Самая руссконародная Харлем Шейк Команда КВН Че еще за Харлем Шейк Ну как тебе объяснить Вот представляешь Один сошел с ума Все его поддержали А как ЛДПР Ну только под музыку Ну ладно Давай длинный Показывай Че такое Когда есть дела Или нету дела Я люблю танцевать Я люблю двигать телом Привет премьерка Здрасте Сан Саныч Мы снова вместе Давай давай Веселей Ну вот видите Костермат Паской больше не отстает А все Дальше некуда Уперлись спиной Сзади нас только ад И адская область Давай давай Веселей Но есть и хорошие новости Естественно Мы в прошлом году Урожая собрали Нам на 7 лет Хватит Да 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 Нам судья так и сказал А ты рот то свой закрой Это еще почему А потому что нельзя В общественном месте Находиться с открытой Алкогольной продукцией У тебя вообще с башкой То все нормально Ты насчет этого Не беспокойся Я в этом месяце 20 раз рентген головы сделал Вот сейчас закралишь У меня сомнения Пойду контрольный сделаю Вот чувствую Засветится парень На первом канале А если кому-то Не понравится Следующая песня Задумайтесь Может квенты Это и не ваши Найди меня мама В квартире Сижу в стиральной машине Пик-пик Мама Ты обалдел что-ли Кто ешь мне в ноздри Кто автор Этой самой лучшей песни В мире Это я Вот тебе кубок Лучшего идиота Костромы Да ты что, Антошенька Он же не переходящий Знаю, любимка моя Никому тебе не отдам Ну что ж, дорогие друзья Давайте представим Всех наших Костромских актеров Это Пашка У нас в костоме Бармен Я придумал новый коктейль Пузырь, соломинка и лапоть Продай талант Берешь пузырь Выпиваешь через соломинку И пошел Лапоть, лапоть, лапоть Пашка дурак У тебя один секс на уме Сколько было секса Столько и на уме А мне кажется Ты вообще девственник Нет И никогда им не был Ну а следующий Это Антошка у нас Он такой хороший Что лучше всех танцевать А ну пошли вон отсюда Я сказал Пуш Пуш Простите ради бога Видимо нужно объяснить Мы просто однажды в Костроме На чемпионате по бальным танцам Под шофе выперлись Вот они теперь ездят Ведь здесь за нами И мстят Продолжайте, ребят Давай Вы что тормозухи Обпились Надо чем-то нашим удивлять Итак, представьте Владимир Владимирович Путин Проезжает на поезде Кострому Владимир Владимирович Да Просили разбудить Кострому Это реально Жилой город, да? Дорогие друзья Ну пока так Пока так Но мы надеемся Что лет Эдак так через 10 Будет вот как Владимир Владимирович Да Вы просили разбудить Кострома Ёшки-мо-трёшки А давайте здесь Столица будет Честно Владимир Владимирович Вы просили разбудить Кострома Команда из Костромы Да, изменчивы наши пути Но нам не уйти от себя Нам от зубы не уйти Все повторимо или ничего В ответ на приветствия как минимум хочется увидеть оценки Поэтому мы приглашаем команду на сцену Итак, друзья Максим за приветствия 5 баллов Открывали нашу игру КВНщики из Хабаровска 5-5-4-5-5-4,8 балла Сборная Кастанайской области Казахстан 4-5-5-5-4-4,6 балла Общага Российский университет кооперации 4-5-4-5-5-4,6 балла Сборная университета Синергия Все судьи 5 баллов Все судьи 5 баллов Команда КВН Саратов Все судьи 5 баллов И завершали приветствия самоцветы наше серебро 5-4-5-5-4,4,6 балла Друзья, теперь игра становится еще интереснее У команд появилась дополнительная мотивация Кому-то нужно догонять лидеров Лидерам нужно увеличивать разрыв В общем, продолжаем игру Разные схемы биатлона мы предлагали командам премьер-лиги В этом сезоне мы решили остановиться на классическом варианте По игроку от команды на рубеже Задача рассмешить зал Если этого не происходит, то вся команда покидает сцену В биатлоне мы разыгрываем 1 балл Актив первого круга 5 десятых балла Прошу, начинает команда КВН Общага Муравей, который провалился в клавиатуру Почти 3 года жил спокойно под клавишей F12 Смешно, спасибо Сборная Кастанайской области, Казахстан Бомж, живущий возле торгового центра У которого есть 3 женщины Футбольный мяч и 500 рублей Требует называть его Берлускони Еще смешнее, друзья, спасибо Метрополитен Хабаровск Чтобы Никита Джигурда стал хоть чуточку поспокойнее, жена подарила ему рыбок Но, как выяснилось, сытый Джигурда ничем не отличается от голодного Сама цвета у нас и серебро Я в Костроме В Костромских школах появляются все новые предметы В этом году эта доска имел Горизонт, Москва Отсутствие смайлика в ответном смс-сообщении пока не родила Заставила Андрея понервничать Прошу, Саратов А следующую шутку придумала моя бабуля Анатолий Чубайс будет гореть в аду По 3 рубля за киловатт 0,5 получает команда КВН Сборная Кастанайской области Спасибо Продолжаем биатлон 0,6 балла разыгрывается Прошу, общага Виктор понял, что на работе его не очень уважают Когда его в кабинете стали разводить поросят Метрополитен Хабаровск Корейскому повару с очень добрыми глазами Собаки доверяют до последнего Дальневосточный юмор, спасибо Самоцветы наше серебро Мужик, покупающий каждый день водку в разных магазинах Не понимает, алкоголик он или шопоголик Горизонт Москва Если Сергея Лазарева заставить быстро бегать вокруг высокой палки То образуется огромная сахарная вата Саратов Шотландские школьники никогда не заглядывают под юбки Потому что цена ошибки слишком велика Шесть десятых баллов получает команда КВН Мы предлагаем штрафной круг трем командам Общага, Метрополитен и Горизонт Прошу, общага Страничка черного юмора На похоронах преподаватель в страшный кортеж попал в пробку Студенты подождали 15 минут и свалили Метрополитен Хабаровск Хитрый врач убедил Анфису Чехову, что флюорография делается именно на телефон Горизонт Москва В Москве найден первый сотрудник ДПС, который никогда не брал взяток И завтра у него первый рабочий день, господа Это, безусловно, прояснило ситуацию Стало намного легче выбирать Я извиняюсь, но Мы хотели бы сделать еще один штрафный круг, но в обратную сторону Между этими тремя командами Окей, давайте так попробуем Точно Правильно Прошу, горизонт Москва Первое, что услышал инструктор по вождению после того, как вышел из комы, это фразу Ну что, я сдала? Метрополитен Хабаровск Николай Валуев может вырвать свою страницу из контакта Общага Наблюдение У отличниц, которые очень хотели ответить, но их не вызывали, правая рука немного длиннее Ну что ж, одна команда доказала свою состоятельность Совершенно справедливо, одна команда доказала, соответственно, две команды покидаются активом 0,6 Это команды Горизонт и Общага Таким образом, сразу 0,8 балла мы разыгрываем, прошу, метрополитен Тараканы в квартире Надежды Бабкиной при включении света не разбегаются, а водят хоровод Самоцветы наше серебро Девочка, воспитанная на сериале «Элен и ребята» думает, что в мире есть только два вида помещений – гараж и кафе Сразу видно, что команда опытная, взрослая, не все помнят сериал «Элен и ребята» Прошу, Саратов Уроды, что вы делаете с кошкой? Кричала бабка, уродом что-то делаешь им с кошкой Итак, 0,8 балла получает команда КВН Метрополитен Хабаровск Финальный батл, прошу, Самоцветы Светская хроника Самая молодая актриса из сериала «Папины дочки» была замечена в самом пафосном клубе Москвы Так сказать, пуговка уторвалась И ответ команды КВН Саратов После подорожания соли, сторож сада понял, что стрелять с солью невыгодно И начал убивать В этом конкурсе, на наш взгляд, побеждает команда «Самоцветы» наших серебров Итак, Саратов получает 0,9 балла Кострома забирает весь балл максимум в этом конкурсе Таким образом, после двух конкурсов команда КВН сборная Кастанайской области набирает 5,1 балла Общага 5,2 балла Метрополитен, Хабаровск, сборная университета «Синергия» «Горизонт» и «Самоцветы наше серебро» по 5,6 балла И лидирует команда КВН Саратов 5,9 балла Продолжаем игру Итак, музыкальное домашнее задание Чтобы для команд оно не было скучным Мы озадачили их темой «Маленькие комедии» В ответ на это ожидаем веселого просмотра Начнем с комедии команды КВН «Метрополитен» Дорогие друзья, мы летели сюда из Хабаровска 9 часов И кому как не нам знать, насколько большая наша страна Итак, «Маленькие комедии» большой страны Многие супружеские пары в стремлении хоть как-то разнообразить свою личную жизнь доходят до смешного И даже вместе записываются в школу танцев Да что ты меня туда тащишь, а? Алпокойся! Здравствуйте! Здрасте! Сколько вам стоит одно занятие? 5 тысяч рублей А сколько нужно занятий, чтобы научиться танцевать? Занять так 20 А, не переживайте, первое занятие для вас будет бесплатным И оно будет с нашими структорами Итак, встречайте Мишель Это для вас Не переживайте, а для вас будет Фредерико Итак Музычка, наслаждайтесь Ну что, вам понравилось? До завтра Дорогие друзья, некоторые влюбленные пары очень перебарщивают с романтикой Так что окружающим становится аж не по себе Любимая моя Да я с тобой бы на воздушном шарике полетел бы так высоко-высоко Лег бы там на облачко Достал бы телефончики И вспоминал бы наши с тобой любимые смс-очки Ты же мой хорошенький, мой тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк Я бы у тебя всего расцеловала, все твое тело, каждую твою клеточку Я бы все твои пальчики расцеловала Сереженьку, Петеньку, Коленьку, Васеньку А Стасика Ты же мой ежичек, да я с тобой бы побежал маленькими лохматыми лапками и так влез. Вырыл бы носиком ямку, лег бы туда, укрылся бы листиками и нежно бы так сопил. Вот бы нам сейчас лопатой по башке, да. Дорогие друзья, вольную борьбу хотят исключить из олимпийских видов спорта из-за отсутствия зрелищности. Но мы крайне не согласны с этим, так как считаем, что вольная борьба это очень динамичный и смешной вид спорта. Мы приветствуем вас на чемпионате мира по спортивной борьбе. Во-первых, мы изменили внешний вид спортсменов. Во-вторых, отменены весовые категории. Для увеличения зрелищности теперь спортсмены обязаны кричать как теннисистки. Борцы действуют пассивно, значит самое время перейти к творческому конкурсу. Мы видим, что зрелищность падает и поэтому выходит главный судья соревнований и слепой жребий решает, кому же достанется травмат. Но в стволе только один патрон и какое же решение примет спортсмен? О боже, он взял в заложники судью, вот это шоу! И он требует золотую медаль. Как отреагирует полиция? Да, это золотая медаль, друзья! Спасибо, что смотрели борьбу. А завершает соревнование традиционная финальная песня. Через годы, через расстояние, бросок строги вам головой обо. Уважаемый Олимпийский комитет, пожалуйста, оставьте борьбу такой, какая она есть. Друзья, в своем домашнем задании мы вам показали несколько маленьких комедий. И хотелось бы, чтобы к концу сезона у нас получился один полнометражный фильм. Спасибо! Спасибо! Еще раз здрасте! Все провинциальные города гонятся за Москвой. И Кострома не исключение. Вот, к примеру, в Москве сейчас модно вести здоровый образ жизни. И поэтому у нас в Костроме открылся первый фитнес-клуб! Ну что же, вот пробежка в нашем клубе «Ансекси» и «Анновис Мэкси» закончена. Переходим к трем последним упражнениям. Занимаем положение лежа. Упражнение называется «Велосипедист». Раз, два, три, четыре. Велосипедист в Южном Утубах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Принимаем положение «Русалочка». И раз, два. Мы приготовились. «Русалочка» психанула. А-а-а! Два, а-а-а! Четыре. Теперь все встаем, как в «Джеки-чат». Молодец, «Джеки», теперь ты тренер. А небоскреб-то у нас в Костроме отгрохали. Семиэтажный! Мы каждый вечер ходим на него смотреть, как на Костромское чудо света. Обратите внимание, посередине у нас квартира губернатора. Но, друзья, друзья, в первый же день заселения на верхних этажах прорвало трубу с водой. Ой, сколько воды мы сейчас снизу всех затопим! О, господи, мой евроремонт! Что вы творите об одной квартиру губернатора? Да как такое вообще возможно? Да как это такое возможно? Я подошел в вас, а? Как так можно быть, мы не понимаем. Ну, а ближе к вечеру все Костромичи в этом доме играют в замечательную игру «Мафия». Итак, город засыпает. Просыпается «Мафия». Вы что, дураки там, что ли, а? Ну что ж, и ближе к полуночи к дому приходят влюбленные парни к своим девчонкам. Зинаида! Ой, ё! Зинаида в смысле Смирнова! Да как же он? В смысле Зинаида Смирнова, которая встречается с Сашкой Ивановым! Да как же он? В смысле, которая встречается с Сашкой Ивановым, и он знает об этом. А, во! Зинка! Зинка, ах ты изменница! Ну-ка, на тебе гвоздем по машине! Дурачок, это не моя машина, это машина губернатора! Машина губернатора, так и мне не надо, как-то было. Вот так вот, ага. Так и мне не надо, так и мне не надо. Так, будете надо мной ржать, я вам горячую воду и свет отключу. Ну вот. Но даже когда у нас нет электричества, мы все равно устраиваем дискотеку! Руд мой бесс, маша бибресс! Дорогие друзья! А на самом деле мы очень любим свой город. Вот, представляете, вот, давайте на две секундочки к нам в Кострому. Вот это у нас пожарная каланча, да, здорово. Вот это у нас торговые ряды. Вот это у нас речка матушка Волга, вон там за Волгой мой дом, там мамка моя. Мам, прости, пожалуйста, что я так мало уделяю эти внимания и уделяю так много времени КВНу. Олега, опять слова забыл? Да. Продолжаем музыкальное домашнее задание на сцене «Казахстан», сборная Кастанайской области. Друзья, тема домашнего задания «Маленькие комедии». Но мы, казахи, можем сделать комедию абсолютно из любого жанра. Возьмем, к примеру, фильм «Форсаж», добавим туда казахский колорит и получается отличная комедия. Итак, «Форсаж» по-казахски. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ И получается первая казахская анимедия. Макбал, я пригласил тебя в этот сад, чтобы подарить тебе кольцо и сделать предложение. О, Кайрат, я так счастлива! Ага, у вас ничего не получится, я украду кольцо. Бахыджан! Бахыджан! Куда он побежал? Туда! Я догоню его. Ага, у тебя ничего не получится. Получится. Бахыджан, не убивай его, он твой брат! Бахыджан, я умираю. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, как вы поняли, у нас в Северном Казахстане, куда ни глянь, везде смешно. Вот видите, друзья, а вот не видите. Назови меня смешной, родной, ни в чем хочешь Глопать будешь все равно, я же знаю точно У подъезда пацанам нашу шутку скажешь Назови меня смешной, не обижусь даже Взболная Кустанайская область, все для вас, родных! И все для тебя, дорогой зритель На сцене еще одно музыкальное домашнее задание На сей раз в исполнении команды КВН «Саратов» Тема конкурса «Маленькие комедии» Когда иностранцы говорят о России, для нас это уже смешно Итак, представьте, комедийный актер Жерар Депардье Рассказывает своим друзьям о России О, Жерар, спасибо за подарки Так вот, в России меня больше всего поразили мороз, красивые девушки и плацкарт Плацкарт? Что есть плацкарт? А помнишь Форт Боярд? Да Испытание Так вот, это такое же испытание, только в поезд Русские не могут просто перемещаться из одного пункта в другой без испытания Кстати, в России Кстати, в России мне подарили «Лада Калина» Лада Калина? Да, это такой персональный плацкарт Ну да, думаю, да Кстати, Пьер, специально для тебя подарок знаменитой русской ручкой О, живье, женевье Чернила текут и отсюда, и отсюда, с двух сторон Спасибо О, по-братски 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 Россия удивительная страна Президент лично вручил мне паспорт Мне подарили квартиру в Чечне, в Саранске И после этого ко мне домой приходят два человека с брошюрами И спрашивают меня, верю ли я в Бога Ну, конечно, я верю в Бога В России, он живительный Браво Браво Но для нас смешны не только иностранцы, но и жители нашей необъятной страны Потому что, какой бы хорошей ни была ваша работа, все равно возникают такие разговоры Итак, на заседании в Госдуме Уважаемые коллеги, я благодарю за приглашение Количество и диапазон вопросов, которые... Мужики Я, короче, походу, это уволюсь А че так? Да здесь вообще ни о чем Надоело горбаться на чужого дядю Вот Семенову хорошо Он прям за Валуевым сидит Его вообще не видно А он вообще пришел А он и не пришел А он и не пришел Ну вот закон вчера приняли, да? Ну полный бред Ну вот ты это понимаешь И я это понимаю Но ты народу это объясни Уважаемые депутаты, начинаем голосование Давай все за Все за 422 против, трое за Не, мужики, я точно уволюсь Продолжаем поднимать планку Даже на самом высоком уровне могут возникать комедийные ситуации Мало кто знает, но на заседаниях ООН тоже бывает скучно Ну че, мужики, поехали Три-четыре А вот те кто А я великая страна Эй, подожди Без предупреждения начинать нельзя Ну тогда я сдаюсь А, ну все логично Так, у меня есть нефть? Да Ага, значит я богатая страна, да? Нееет Ну пусть тогда следующий А, а, а у меня есть ядерное оружие? Да Нет Да Нет Да, да Да нет Так стоп Я Иран? Да Отлично А, а, я не играю, я просто с другом пришел А ты че, молодец? А ты че молчишь? Я? Нет, нет, нет Вы же знаете Интеллектуальные игры не для меня А, ну тем более В общем, я сдаюсь Мужики, ну че, как эти-то, а? Я-то тоже сдаюсь А, не, я Россия, я же никогда не сдаюсь Так Ого Дорогие друзья Только от нас с вами зависит то, что говорят о России за рубежом Особенно помните об этом Улетая в отпуск Кирилл, как ты красиво говоришь Да, и это как раз тот случай, когда не важно, как я говорю, а важно, что я говорю На сцене была команда Саратов Спасибо Наверняка очень энергичное музыкальное домашнее задание Сейчас нам покажет команда КВН «Общага» Российский университет кооперации Тема домашнего задания – маленькие комедии Российский футбол – это уже само по себе комедия Тренер сборной России Фабио Капелло По условиям контракта должен смотреть все игры российского чемпионата Итак, представьте, стадион – матч «Волга» крылья советов Ну что же, друзья, матч продолжается Футболисты бегают, мяч катится И мяч уходит в аут Футболисты «Волги» выбрасывают аут И мяч снова уходит в аут Серия аутов И смотрите, смотрите, на поле появляется собака И она кусает «Волгова» «Волгова» вычеркнем О боже, Петров догоняет собаку Удар И это гол в верхнюю девятку Петров, пиши Но гол собакой не считается Поэтому удар от ворот и аут Недавно в Японии создали нового человекообразного киборга Наши ученые не остались в стороне Итак, представьте Сколково – первые образцы русского робота Ну что, давайте, показывайте Ну неплохо, неплохо А какая у него главная изюминка? Его искусственный интеллект полностью повторяет ментальность русского человека Вот хотите, протестируйте сами Ну давайте, поехали Робот, ты устроился на работу? Проставился Уволился с работы? Проставился А потом? А потом среда Где возьмешь доски для забора? С другого забора Как поклеить обои за батареи? Никак, там шторы Ночь, звонок в домофон и говорят «это я» Что сделаешь? Впущу Почему? Это же он Кем ты хочешь работать? Неважно кем, главное не по специальности В кинотеатрах выходит новая российская комедия Твое мнение А пойдешь? Конечно Ну и напоследок Ни один русский робот не устоит перед этой песней О, бабы Так, я не понял Вы же сказали, что все готово Ну, видимо, придется дорабатывать Как же все-таки это по-русски? Потратить один миллион на разработку А потом еще десять вбухать, чтобы это доработать Команды Коэн-Опщага смотрите хорошие комедии Она одна, она влюблена А мне, как всегда И мне здесь нужно И уходит от меня И уходит от меня Завершаем музыкальное домашнее задание И на сцене команда КВН «Горизонт» Москва Когда люди делают что-то в первый раз Это выглядит очень смешно Именно об этом будут наши маленькие комедии Друзья, узнаем себя Человек в первый раз играет в новую компьютерную игру Тебе нельзя к королю! Куда? Тебе нельзя к королю! Спасибо тебе, храбрый рыцарь, что спас меня Ты мой герой! Спасибо тебе! Привет, путник! Темные времена опустились на наше королевство Ты должен спасти нас Но для начала Принеси мне книгу воды Тебе нельзя, храбрый рыцарь! Принеси мне книгу воды Принеси мне книгу воды Не нашел? Тогда ищи Помни, она где-то рядом Что ты делаешь? Что ты делаешь? Стража! Изменник! Взять его! За короля! Совсем скоро состоится Евровидение И ни для кого не секрет, что победитель в следующем году принимает конкурс у себя в стране Но в Европе сейчас экономический кризис И поэтому в первый раз ни одна из стран не собирается побеждать Евровидение продолжается На сцене представитель Германии Кристоф Шульц Да, это уверенная заявка на поражение Ведь именно с этим выступлением сын Кристофа занял последнее место на детском утреннике Далее на сцену рвутся хорваты Давайте посмотрим, что приготовили они Какой отвратительный номер Да, хорваты явно не хотят побеждать сегодня Бой по Грейша! Голосовать за хорватско! А, нет, они тупо плохо подготовились Ну и, наконец, главная интрига вечера — Греция Ведь в их победе не заинтересован весь Евросоюз Для их выступления были собраны главные неудачники года Уно — Эпиатлоно Нигерийский пиатлонист, он явно ошибся с профессией Дос — Эрусокосмос Роскосмос, который узнал о падении метеорита из Яндекс.Новостей Дресс — Эворобьёв Да, друзья, и Алексей Воробьёв Ну что же, это комбо! Также стоит отметить, что эта песня уже была на Евровидении Так что это уверенное последнее место Греции Ну и, наконец, то, ради чего мы это смотрим Выступление конкурсантки из России — Дины Гариповой И что мы видим? Все участники выходят и начинают помогать нашей конкурсантке Ну и ещё бы, ведь кто, кроме России, сможет помочь Европе в такой тяжёлый момент? Что ж, друзья С вами была сборная университета «Синергия Горизонт» Спасибо! Итак, все маленькие комедии сыгранные команды вновь появляются на сцене Возможно, цифра на табличке не вполне отразит все впечатления от игры И для этого мы предоставляем пару слов нашим уважаемым судьям Прошу Дмитрий Колчин Я, если позвольте, резюмирую все три игры Очень разные и очень необычные коллективы В том числе новички премьер-лиги В том числе, если можно так выразиться, ветераны премьер-лиги, играющие во всех трёх играх Потрясающе Единственное, что я хотел сказать Сегодня, наверное, я придумал эту фразу Такой думаю, я блесну в конце Эх, скажу Не важно, как я говорю, важно, что я говорю Но эту фразу Уместно, уместно Сказала команда Саратов За что вам поклон Спасибо за прекрасный вечер Можно я без объявления Как Германия Какой-то парень Какой-то парень в тёмной куртке Вот И вообще, резюмирую Спасибо вам огромное за такой сезон На самом деле начинается невероятный сезон Сан Саныч, вы молодцы Премьер-лига, молодец Спасибо вам большое, Александр Ну что же, друзья Переходим к оценкам Максимум за домашнее задание 5 баллов И первыми показывали его КВНчики из Хабаровска Метрополитен Все судьи 4 балла Команда КВН Самоцветы Наша Серебро, Кострома 4-4-5-4-4-4-4-2-10-х балла Сборная Кастанайской области Казахстан 5-4-5-4-4-4-4-4-4-4-10-х балла Команда КВН Саратов 5-4-4-5-5-4-6-10-х балла Команда КВН Общага Российский университет кооперации 4-4-4-5-5-4-4-4-10-х балла И завершали КВНчики из команды КВН Горизонт Москва 5-4-5-5-4-5-4-4-6-10-х балла Таким образом 12 команд, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам всех трех игр И проходят в четверть финал Команда КВН Молодежная сборная Омск Шизгара, поселок Воскресенское Молодость Красноярск Саратов Сборная Дагестана Сборная Тамашоу Бишкек Горизонт Москва Мисмира Пенза Женская сборная Юху Ростов-на-Дону Лас-Вегас Энгельс Сборная МФЮА Москва-Волгоград И самоцветы наше Серебро Кострома Добрый вечер Добрый вечер Я не с первой игры приветствую всех участников нынешнего сезона премьер-лиги Скажу честно, я каждый год, ну естественно я с нетерпением жду начала сезона высшей лиги Но после какой-то паузы я понимаю, что очень хочется посмотреть, что будет делаться в премьер-лиге Потому что последние 10 лет практически большинство чемпионов нашего клуба прошли, все-таки прошагали по сцене премьер-лиги Поэтому вот у меня какой-то интерес, а что вот будет там, чуть-чуть за горизонтом И когда-то ожидания оправдываются, когда-то не оправдывается эта игра И масса причин радоваться и огорчаться Но я должен сказать честно абсолютно, что мне, ну я не знаю, я не помню, чтобы так вот Сколько у нас, 18 команд в трех игр Чтобы так роскошно начали нынешний сезон участники всех трех игр Все 18 команд, которые попали на старт премьер-лиги 2013 года Сыграли замечательно, на мой взгляд И я всем 18-ти говорю громадное спасибо Это был замечательный старт премьер-лиги И вот на радостях Хочется еще чего-нибудь, кого-нибудь добавить Нет, 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 секунду, секунду, секунду Я предлагаю, если не будет каких-то возражений Собственно Кто? Покажите мне этого смельчака Мне хочется, чтобы попробовала себя в четвертьфинале Команда из далекого города Я приглашаю команду Митрополитен Хабаровск Попробовать сыграть в одной четвертой Александр Васильевич, у меня... Что, возражения? Да, нет, у меня есть вопрос Вот на 11-й год премьер-лиги я имею право голоса Или по-прежнему должен ровно стоять в углу? Ответьте мне, пожалуйста Сан Саныч, вы понимаете, в связи с чем вы задали этот вопрос? Вы собираетесь со мной спорить сейчас? Нет, я хочу, я хочу в данном случае поддержать ваше решение У меня есть тоже предложение по одной команде Да ради бога, имейте право Ну что ж, замечательно 11 лет прошли не зря И особенно радостно это будет для команды КВН Малая земля Батайс Спасибо большое всем, друзья Увидимся на четвертой финалах премьер-лиги на Первом канале Пока АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok